Приветствую вас. Я думаю, что ответ моего коллеги Кудрящёва Игоря Леонидовича является таким самым правильным. Вот. Я его, наверное, только постараюсь несколько раскрыть, чтобы он был несколько более понятно. Вот. Значит, ну, во-первых, коллега прав в том, что непонятно, что делать, чтобы что. Да? То есть, вот. Что вы хотите? Можно гармонизировать отношения с женщинами. В принципе, гармонизировать можно отношения. Можно действительно разобраться с вами. Да? То есть, вот. Ну. Почему у вас так происходит? По какой причине так происходит у вас? То есть, нужна какая-то цель, да? Цель, в которой вы хотели бы двигаться. Ну, возможно, вместе с психологом. Да? Вот. Вот. А, понимаете, привязанность с привязанностью. Само по себе, да? С привязанностью. Это такая история, связанная, в первую очередь, с потребностью. Вот. То есть, вам что-то нужно. Но, сделать это самому. Реализовать это самому. У вас не получается. Значит. Вы либо себе запрещаете это делать. Либо боитесь. Либо, ну, чувствуете себя, например, недостойным. Допустим. Вот. Пример. По какой-либо причине. Но потребность ваша, она остается. Она никуда не девается. К сожалению. И поэтому, возникает привязанность. То есть, потребность, которую вы себе запрещали, которую вы вытеснили. Потребность, которую вы вытеснили. Она должна приобрести какую-то форму. Вы не можете ведь о своей партнерше, да? О женщине, например. Ну, говорить. К примеру. Что, вот, она мне нужна, да, я мне нужна и сам, потому что. Ну, потому что. Потому что, допу- ну, допустим. Чего-то хочу, чего-то хочу. Да. Вот. Вы себе этого сказать не можете. Потому что. Понятно, это. Ммм. Так нельзя. Вот. И вы это знаете. Это так нельзя. И, в общем-то, другие люди так знают. Но, тем не менее. Тем не менее. Именно, вот, благодаря тому, что вы не называете свои желания даже сами для себя. Вы привязываетесь к женщинам. И, что важнее, да, тяжело переживаете с ними расставание. Потому что вы теряете то, в чем нуждается. Вот. Соответственно, вам необходимо определить свои желания. Соответственно, вам необходимо определить свои чувства, например. По отношению к женщине, да. То есть, вот, то, что вы говорите, физическая потребность. Да, все это за физическая потребность. Потребность в любви, защищенности. Это потребность, например. Ну, допустим. Там, не знаю. В ласке, может быть. А, или... Или это... Что-то, что-то еще. Да. То есть, нужно, ну, поисследовать. Нужно просто, вот, поисследовать этот момент. Просто поисследовать и изучить его. И тогда, мне кажется, вам, ну, самому будет легче. Для себя. Определить, понять, увидеть, увидеть. То, что происходит. Вот. Подумайте, какое значение имеет для вас, женщина. Вот. Вот. С чем связана, допустим, такая вот ее идеализация. Чрезмерно. Вот. То есть, как бы... Почему вам, почему, почему вам это вот так хочется. Какое значение вы придаете отношениям? Тоже очень важная история. Потому что... Потому что... Отношения, с которыми вы, скорее всего, стремитесь просто как к чему-то самостоятельному, также должны, по вашему мнению, вам, ну, что-то додать. Опять же. Подумайте, как вы ведете себя с женщиной? То есть, делаете ли вы, ну, к примеру, что-то для нее? Или делаете вы, к примеру, только что-то для себя? Допустим. Ну, допустим. Это очень важная история. Для вас. Для нас. Смотрите. Значит, так. Начинаются отношения, пару-тройку недель отчетливая себя с таком. Ну, потому что, возможно, вы... Ну, вам нужно время. Вам нужно просто время для того, чтобы... Ну, увидеть, увидеть, что в вашем окружении, к примеру, да, появился человек, да, вот, ну, такой вот, такой вот человек, на которого... к которому вы можете, значит, ну, с которым, точнее, с которым вы можете реализовать свои, допустим, чувства. Это происходит не сразу, вы это понимаете, не сразу, и, соответственно, когда вы это понимаете, то начинается то, что начинается. Вот. Дальше. Все хорошо. Затем начинает... Начинает замечать нарастающую потребность в этом человеке. Ну, ее нужно поиследовать. Это потребность, да, просто поиследовать, что... Эээ... Еще она состоит... В итоге, если все приходит к разрыву, то тяжело переживать. Эхэм... Ну, эээ... Опять же, это может быть родительским сценарием. Эээ... ваш. К примеру. То есть, родительский сценарий, он может быть, к примеру, таким. Эээ... типа, что... Эээ... Запрет на отношения. Допустим. На близкие отношения. С... Женщинами. Вообще. В принципе. Это, может быть, эээ... просто страх близости. То есть, вы таким образом эээ... просто реализуете это. То есть, тут может быть и сценарий. Родительский. Для этого нужно анализировать ваши отношения в семье. Например, с мамой. Как у вас, как у вас отношения с мамой складываются. Эээ... Последний случай такой, что всего через два месяца, эээ... Всего два месяца отношения, у меня через месяц я начал ощущать численно физическую потребность. И конкретно в этой женщине. Ну, здесь эээ... Как и сказал мой коллега, да. Здесь эээ... Вы компенсируете свою пустоту. То есть, незаполненность, отсутствие... Отсутствие ээээ... Собственной реализации, значимости, возможно, занятие на сцене, возможно, что-то ещё. Теперь, опять же, нужно исследовать. Ээээ... Хотя буквально пару недель до этого видела недостатки. Ну... Эээ... Вы видели недостатки эррациональным. Как бы взором, а... Подсознательное... Подсознательное у вас включилось чуть-чуть позже. Потому что оно такое... Менее поворотовое. Менее гибкое. Эээ... Вы про недостатки или про что? Про что вы говорите? Не очень понятно. Эээ... 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 Примерно так. Исходя из того, что вы написали, ээээ... Эээ... Примерно так можно вам ответить. Я понимаю, что это немного, но... Эээ... Эээ... Подумайте просто, ээээ... Эээ... Вот... Что бы вы хотели для... Женщин. Своей. Например. Вот что бы вы хотели для нее... Для своей женщины. Эээ... Эээ... Подумайте об этом. Эээ... Эээ... Я не знаю. Вы хотели бы, может быть, для нее... Ээээ... Там... Счастья. Эээ... Эээ... Вы хотели бы, чтобы у нее, к примеру, было все хорошо. Ну... Вот... Что вы делаете для этого? Как вы выстраиваете... Эээ... Как вы выстраиваете отношения. Подумайте о том... Эээ... Эээ... О том, также... Ээээ... Ээээ... Какой вы мужчина. Ну, конкретно. Вот какой вы конкретно мужчина. Что вы из себя представляете как мужчина? Как мужчина? Какое у вас м... М... Мужское... Ээээ... Мужское поведение. Это тоже очень... Очень важный момент. Это тоже очень важная история. Для того, чтобы понять, что с вами происходит. Вот. И вот на этапе... Эээ... Коррекции... Ээээ... 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 Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.